Всем привет дорогие друзья! Сегодня будем готовить очень вкусные, очень нежные и как пушочек пончики с начинкой. Сюда на любую начинку, которая вам понравится. Если это будут какие-то сладкие пончики, то конечно побольше сахара в тесто можно положить, либо присыпать их потом сахарной пудрой. В общем они прям очень воздушные, а если с сыром, то вот такие вот тянущие, ну просто бесподобные. Делать их очень просто, тесто очень простое. Вы знаете, я всегда готовлю на живых дрожжах, поэтому высыпаю живые дрожжи и на них высыпаю сахар. Перетираю наши дрожжи до жидкого состояния. Вот такие вот жидкие они станут. Разогреваю в микроволновке воду, сыворотку, либо муку. В моем случае это сыворотка. Перемешиваю с нашими дрожжами. Они прекрасно вот уже разошлись. И теперь уже добавляю сюда в принципе все оставшиеся ингредиенты. Добавляю сюда один желток, который можно в принципе и не добавлять. Он особой вкусовой нотки не несет, просто у меня оставался. Сразу солю, добавляю подсолнечное масло, взболтаю немножечко и просеиваю сюда муку. Также в это тесто я буду добавлять немножечко водки. Ее можно не добавлять, но с ней она намного лучше подходит. Замешиваю немножечко ложкой, пока удобно. И дальше уже будем работать руками. Тесто нужно замешивать минут 5, пока оно совершенно не перестанет у нас липнуть к рукам. Получается довольно эластичное, мягкое тесто. Отправляю наше тесто подходить минут на 40 керой час. Форму перед этим смазываю немножечко растительным маслом. И накрываю потом тесто сверху влажным полотенцем, для того, чтобы оно у нас не заветривалось. Тесто увеличилось раз в 5, наверное точно. Очень воздушное и нежное. Слегка-слегка его приминаю, больше сильно его не тревожим. И начинаем уже, собственно, формировку. У меня вот такая вот начинка. Здесь русский сыр и сулугуни. Немножечко майонеза, только для того, чтобы вот такие вот шарики можно было лепить. И зелень. Также у меня вот мясная начинка, свиноговяжий фарш, лучок, чесночок, зелень и специи по вкусу. В общем, как вы любите. Теперь можно заняться формировкой наших шариков. Беру небольшой кусочек теста. Люблю, когда эти пончики не очень большие. Но можно, конечно, делать и побольше. Раскатываю довольно тонко. И кладу сюда сыр. Сыра беру приблизительно столько же размером, как и оторвала шарики с теста. Хорошенько-хорошенько его залепливаю здесь, чтобы нигде никаких стыков почти не было видно. И прокатываю, делая колобочек. Вот такой вот красавчик у нас получился. Точно так же поступаем и с мясными. Далее наши шарики я откладываю просто на стол, либо присыпанный мукой, либо смазанный подсолнечным маслом. Даю им потом еще минут 15 постоять, чтобы они немножечко расстоялись перед тем, как их жарить. То есть я слепила все, и потом еще минут 15 они у меня стоят. Вот видите, как хорошенько залепила и прокатала. Вот такие вот очаровательные кругляшки получаются. Из-за того количества теста у меня вот столько получилось. Но все зависит, опять же, от размера, который вы будете делать. Жарим в подсолнечном масле. Масло должно быть довольно хорошо разогрето. Смотрите по своей плите уже. Масло должно быть чуть больше, чем до середины пончика. И жарим до золотистой корочки. Выкладываю на полотенечко бумажное, чтобы сбежало лишнее масло. И получается очень хрустящее снаружи, очень мягенькие и сочные внутри пончики с начинкой. Вы видите, он просто нежный-нежный такой колобочек, стянущийся внутри начинкой. В общем, это безумно вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт. Не забудьте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.